Рассмотрим такое равенство. x-y-1 в кубе умножить на многочлен P плюс y-z-1 в кубе умножить на многочлен Q плюс z-2x-1 в кубе умножить на многочлен R. Так вот, требуется, чтобы x, y и z это были переменные, P, Q и R это многочлен, многочлены от этих переменных, и выполнялось бы такое тождество. То есть для любых x, y и z, чтобы выполнено было такое равенство. Пункт B, то же самое, только чуть-чуть поменялись выражения в скобках. Здесь вот так, y-z-1, здесь вот так, и z-x-1 умножить на F. Эта задача была в 1982 году на Всесоюзной математической олимпиаде, которая была в городе Одесса. Вот, я тогда был выпуск в последнем классе, ее решал. Очень хорошо помню, как я это делал. Потому что я тогда выбрал совершенно нерациональный способ решения этой задачи. И, соответственно, хотя я ее и сделал, но вычисления заняли у меня то ли половину, то ли больше ученической тетрадки. Удивительно, странным образом я пошел. Причем, что интересно, тогда я, что называется, параллельно вот с школьной математикой, читал вполне серьезные книжки по алгебре. В частности, книжку такую замечательную, «Алгебра» Ванда Вардена. Так вот, и я тогда уже дошел до теоремы Гильберта о нулях, но на Олимпиаде связать Ванда Вардена и вот эту вот теорему Гильберта с тем, что на Олимпиаде дали эту задачу, даже мысли не было. То есть отдельно, что называется, математика такая вот высокая алгебра, и отдельно Олимпиадная связать это, совершенно не догадался, и по сей день, что-то странно, почему, но вот так получилось. Тем не менее, ее можно решить и вполне школьным способом, без всякой ссылки на теорему Гильберта. Так, я забыл, я неправильно переписал, да? Неправильно переписал, действительно неправильно переписал. Хотя на самом деле, конечно, вы понимаете, что можно и с этим, ну понятно. Можно было так собраться и с этим. Итак, два разных пункта. Пункт А вот такой, пункт Б такой. Можно ли придумать такие многочлены, как уровень что? И здесь то же самое, можно ли придумать такие многочлены. Хотя бы один из этих пунктов можете сделать? Надо взять и написать такую системку. x-y плюс 1 x-y плюс 1 равно 0 y-z-1 равно 0 z-z минус 2x плюс 1 равно 0 Вот надо эту систему решить. На самом деле, первые два обравнения сложите, и у вас сразу получится очень простая штука. Не надо! Кто же вас этому учил? С доской все глупостями забирать. x-z равно 0 Отлично! Это вы сложили первое и второе уравнения. Теперь эту радость подставьте вместо x-z, подставьте в нижнее уравнение. Что у вас получится? z-2 Нет, неверно. Для чего? x равно z Да, минус x равно минус 1 Ну, если угодно, да. То есть, если попросту, x равно 1 равно z, правда? Так, а y к чему равно? y равно z8. Отлично! Отлично! А теперь скажите, зачем мы это делали? Что вы сейчас реально можете сделать? Какое противоречие в пункте а вы можете получить? 0 Когда x равняется единице, равняется z, а y равняется двойке. Согласны? Вот, смотрите, Катя. Если вы сюда подставите вот эти числа... x.y взят любую твое твое действие. Нет, тождество, значит, оно должно выполняться для всех. Для всех, значит, в частности для этих. Значит, если вы сюда подставите, то здесь получается 0 по вашему равнению. И, значит, получается какая штука? 0 в кубе, вот это не перестаньте бить 0, умножить на p от 1 к 2, 1, плюс 0 в кубе умножить на q от 1, 1, 2, 1, плюс 0 в кубе умножить на r от 1, 2, 1. И чему же это должно равняться? Единица. Получается 0 равен единице. Поняла? Отлично. Так, ну что. Надо сейчас взять и попытаться ровно так же решать задачу для пункта В. Для этого надо рассмотреть другую систему. Там такая нерешивая смена. Да. Система не совместна. Подпишись. Да, а почему она не решается, кстати? Ну, можно, например, сложить 2 нижних, получить 4y прямо на x. Ой, все. И что? Ну и все. x минус y. И здесь все получается тоже систематрально. Да, получается всегда. Да, да, да. Это, конечно, вы правильно сказали. Но мне сейчас не это понадобится. Когда система несовместная, система линейных уравнений не имеет решения. Это значит, что можно из нее получить противоречие. То есть так скомпоновать уравнение, что получится что-нибудь типа единица равна нулю. Ну да, да. Или там 7 равно 9. Замечательно. Можете вы здесь сказать, что с этими уравнениями мы можем сделать, чтобы очевидно получить противоречие? Сложить второе и третье. Сложить. Подставить сюда. Нет, вот я не хочу подставить. Сложить все. Сложить все. Молодец. Сложить все. Так вот, я бы очень хотел, чтобы вы сейчас не поленились и прямо это так и написали. Молодец. x минус y плюс 1. y минус z минус 1. z минус x плюс 1. Чему же это равно? Ну то есть должно это равняться нулю? Да. А на самом деле? Молодец. Отлично. Отлично. То есть смотрите, что вы сделали. Вы поняли, как вот эти выражения x минус y плюс 1, y минус z минус 1 и z минус x плюс 1. Как их скомпоновать, чтобы из них получилась единица. Согласны? Давайте я уберу вот эту нижнюю строчку, а здесь вы напишите правду. Не то, что по системе, а вот это правда. И теперь я делаю то, до чего я 30 лет назад не догадался. Надо взять и обозначить вот эти выражения буквами. Давайте я сотру снах системы, а здесь а, b, c. А, b, c. И вы нижнее равенство запишите через эти а, b, c. А плюс, b плюс, c равно? Единицы. Великолепно. А плюс, b плюс, c равно единице. А теперь, что нам нужно? Нам нужно, чтобы было вот такое равенство. А в кубе умножить на что-то, плюс b в кубе умножить на что-то, плюс c в кубе умножить на что-то. Что это равно единице? Ну, b ку и r должны равняться единице. Что? b ку и r должны равняться единице. Нет, конечно. Нет, конечно. Если а плюс b плюс c равно единице, то когда в куб возводишь, там не будет так. Там так не будет. Ребята, вот скажите, если какое-то число равно единице, вы понимаете, что оно, не знаю, там в квадрате, в кубе, в четвертой степени все равно будет равно единице? Возьмем корень третьей степени. Корень третьей степени бесполезно, потому что корень суммы извлекать тяжело. В какую степень? В третью. В третью возникнет такое неприятное слагаемое. 3а квадрат b. Давайте порассуждаем, что нам нужно. Нам нужно возвести в такую степень, чтобы какое бы слагаемое потом не взял, там обязательно хоть один куб бы и нашелся. То есть, как только там есть а в степени третьей или выше, то мы его засунем в первое слагаемое. Если там нет а в кубе, но есть, скажем, b в кубе, засунем его сюда. Если там нет и а в кубе, и b в кубе, то, соответственно, в последнюю. Понимаете? А квадрат совсем не подойдет? Потому что девятая наборка небольшая степень. Девятая. А давайте, скобочки поставьте и запишите в девятую. Ребята, это ведь правда? Это будет что такое? Это будет а в девятый плюс б в девятый плюс с в девятый плюс 9а в восьмой б. Понимаете? Плюс еще много всего интересного. Я не собираюсь все это выписывать. Там везде будет большая степень. На самом деле, вы чуть-чуть переборщили. Ну да, можно было в шестую. Можно было в шестую, в шестую нет. Потому что а квадрат, b квадрат, c квадрат. А в седьмую же хватит. То есть, на самом деле, можно было возвести в седьмую степень.